22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в нашей стране традиционно вспоминают погибших земляков. В Омске, как и по всей России, прошли многочисленные мероприятия. Накануне самой печальной даты, 21 июня, на Бульваре Победы прошла военно-патриотическая акция «А завтра была война», организованная Министерством по делам молодежи Омской области, ветеранскими и волонтерскими объединениями. Здесь собрались, чтобы вспомнить погибших и чествовать ныне живущих свидетелей тех страшных событий. 21 число – это последний день перед большим и страшным событием, с которым столкнулась наша страна. И его нужно встречать как день мира, день радости и день, который будет напоминать людям о том, что лучше сохранять это прекрасное голубое небо над головой и не терять своих сыновей на страшной и никому не нужной войне. Для Амичей здесь прошла выставка военной техники, выступил оркестр, а для желающих выразить свои патриотические чувства работала стена пожеланий. На Аллее Славы, где размещены портреты живущих в нашей области ветеранов и героев, можно было встретить самих участников войны и тружеников тыла. Один из них – Николай Демин. В этом году ему исполняется 90 лет. В 17 он был призван на фронт, а в бою под Витебском был сильно ранен. С глубокой тоской он вспоминает о последнем дне перед объявлением войны. 21 июня, неделю тому назад, я закончил 8 класс в районном центре, половинное называется у нас село. И работал в колхозе, помогал. И там к нам пришла вот эта зловещая вещь. Весь я услышал о войне. Сразу все, кто там были, вернулись, это в трех километрах от села, вернулись домой на лошадях, а там услышали и плач, и слезы увидели своих сельчан. На торжественном концерте у мемориала «Слава героям» выступили творческие коллективы. Ко всем собравшимся обратился первый заместитель председателя правительства Омской области Вячеслав Синюгин. Сегодня особый день для того, чтобы помнить и скорбить. Но сегодня и особый день для того, чтобы на стыке поколений всегда помнить, какая хрупкая материя мир, и как легко этот мир разрушить, и как сложно его поддержать. В конце мероприятия в небо запустили голубей в честь мира и благополучия среди народов. В сам День памяти и скорби 22 июня в Парке Победы прошла всероссийская акция «Свеча памяти», на которой собрались представители молодежных и ветеранских организаций, а также все те, кто испытывает чувство уважения к погибшим, ощущает причастность к судьбам и делам предшествующих поколений. Я считаю, что пока мы помним, пока жива эта память, то будут жить в наших сердцах и герои войны, те люди, которые отдали жизнь за нас, за наше мирное небо, за то, что мы сейчас просто жили. Я считаю, что этим надо гордиться и помнить. Это долг, думаю, каждого нашего, думаю, и только меча, и вообще каждого нашего россиянина, ну, русского человека прийти и дать дань нашим солдатам погибшим и выжившим в этой войне. Был день, когда вероломно на нас напали, но и есть даты, и есть количество имен, жизней, которые отдали за то, чтобы мы сегодня жили. 27 миллионов наших соотечественников отдали свою жизнь за то, чтобы сегодня мы могли приходить, чтить их память и, конечно же, жить в таком развитом государстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова